Одноразовые перчатки, очки, респиратор и противочумный костюм. Перед каждым выездом к пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию бригада скорой помощи тщательно экипируется. Спасая жизни других и находясь фактически на линии огня, врачам нельзя забывать и о своей жизни, ведь они в первую очередь рискуют еще и здоровьем своих близких. В связи с распространением коронавирусной инфекции в Саратовской области и постановлением правительства были назначены стимулирующие денежные выплаты в размере от 3 до 10 тысяч рублей медикам, работающим с пациентами-ковидниками. К региональным выплатам присоединились и федеральные. От 25 до 80 тысяч рублей получат медицинские работники, которые работают непосредственно с больными зараженными коронавирусом. Эти суммы выплачиваются по 484-му постановлению правительства Российской Федерации, где четко расписано, что установить специальную федеральную выплату нужно начиная с апреля и на 3 месяца. Есть еще другое постановление под номером 415, где расчет ведется уже за фактическое отработанное медикам время, начиная с момента обнаружения первого случая в регионе. Выплаты высчитываются от средней заработной платы. В Саратовской области такие надбавки варьируются от 7 до 20 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности. Есть медсестра, которая уходит этих больных, у нее идет по двум постановлениям. Есть, например, водитель, который довез больного, он идет там по одному постановлению, когда он это перевез. То есть они все три срабатывают постановления, иногда вместе, иногда по отдельности. Очень много вопросов сейчас возникает по невыплатам. А вот я была, он мог болеть. Пока четко сказано в постановлении, мы этого придерживаемся, но мы отрабатываем все возможные варианты, чтобы дойти до каждого, кто в этом труде. Есть контакт, есть больной, он занесен в регистр, как больной, вот по ним мы выплачиваем. По 484-м, вот это постановление, которое затрагивает специальные бригады и непосредственно работа в государях, это единоразовая выплата, президент четко сказал. Это за угрозу и за возможность, что люди вышли на эту передовую. Один раз был контакт, месяц есть контакт, выплачивается полностью сумма. По словам Олега Костина, больше трех тысяч медицинских работников разного уровня получили дополнительные выплаты, а это порядка 200 миллионов рублей. Вся вторая городская больница сейчас перепрофилирована под ковид-госпиталь. Я раньше работала в экскурсии хирургии, там, совершенно другие диагнозы, совершенно другие больные. Сейчас мы из-за этого полностью больны с ковидными, с пневмониями. Во-первых, мы общаемся с ними, мы их полностью обслуживаем. Во-вторых, мы находимся в кабинезонах, то есть у нас уже совершенно другая одежда. Федеральные выплаты, вот, нам выплатили в полном объеме. Также региональные выплаты мы все буквально получили 8 мая, за апрель. И мы уже 18 мая получили уже за май федеральные выплаты. Мы все получили в полном объеме. И врачи, и медсестры, и санитарочки. Мы очень довольны. Мазки у нас берут, анализы. Кровь даем. Температуры меряют. Спрашивают жалобы какие. Давление. Вызов больше стал, конечно. Важнее стало, потому что в костюмах очень тяжело работать физически. Потому что вот можно сознание потерять, то вся жарко становится. И считается, как будто, получается, мы противогазных все время сидим. Что вот выплаты, она очень хорошо нам вдохновляет. Ну, под федеральную, я могу сказать точно, 25 у меня на руки дали, без вычет, без ничего. Если есть какие-то случаи с невыплатами, Олег Костин призывает напрямую подходить к главврачам и выяснять. Все меры по неправильным начислениям будут приняты. Было несколько случаев, на самом деле, сейчас, когда людям недоплатили, все это было перерассчитано и вышло. Более того, с этих постановлений не берется никакого подоходного налога. С постановления, которые федеральные, деньги получаются полностью в том, как введено. И 481-е постановление приравнено к заработной плате, к средней заработной плате региона на ноябрь прошлого года. Поэтому цифры немножко не ровные, там 19 тысяч 200, 13 тысяч. Но здесь не в цифрах важно, а в цифрах, чтобы деньги дошли до каждого в том объеме, в котором они положены. На портале госуслуги появилась функция, где каждый, кто считает, что ему неверно выплатили обещанные средства, может подать жалобу. А в Министерстве здравоохранения для таких случаев заработали горячие линии. Кроме того, на этой неделе заразившимся медикам, которые получили осложнение от коронавирусной инфекции, в Саратовской области начислили социальные страховки. Семерым медицинским работникам в общей сложности было выплачено почти полмиллиона рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok